Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в станице Зеленчукской отметил престольный праздник. Богослужение возглавил архиепископ Пятигорский и черкесский феофилакт. Об истории храма и станицы и о престольном торжестве сюжет наших коллег. Проливной дождь, по воспоминаниям старожилов, никогда не бывавший в Зеленчукской на праздник Петра и Павла, в этот раз неожиданно обрушился на станицу, но не повлиял на праздничное настроение жителей. Ныне поселение, расположенное на реке Большой Зеленчук в современной Карачаево-Черкесии, отметило 160-летие. Казаки возрожденного Баталпашинского отдела кубанского войска хорошо знают историю станицы и передают знания юному поколению, начиная с дошкольного возраста. Хлебом, солью угощаем! Основали станицу Зеленчукскую в мае 1859 года на земельных угодьях, близлежащих станиц Кардоникской и Старожевой, выходцы из Полтавской, Воронежской и Харьковской областей, а также с побережья Дона. Первые поселенцы жили в сложных условиях, отражая постоянные набеги горцев. И в помощь им всегда была крепкая вера. Прибывший на Божественную Литургию вместе с архиепископом Пятигорским и черкесским феофилактом, заместителем атамана кубанского войска полковник Николай Перваков, уроженец соседней станицы Кардоникской, приветствуя земляков, напомнил о том, как поступали предки казаки. В землянках жили, но возводили храмы. Вера наша православная, которую верили, приняли ее очень давно наши предки. Мы должны сохранить и сделать все. Мне было очень сегодня отрадно и приятно, когда казаки встретили первого заместителя атамана войска верхом на конях, с линейкой. Это было что-то, вы знаете, мурашки по телу, потому что это гены, это кровь, она все равно, это не вытравишь из души. В прошлом атаман Баталпашинского районного казачьего отдела кубанского войска Николай Перваков вместе со своими казаками участвовал в строительстве современного храма в честь первоверховных апостолов Петра и Павла, которых еще далекие предки избрали небесными покровителями станицы. Они не искали силы и власти быть апостолами. Бог их нашел для себя и сделал их таковыми. Но сделал их таковыми через выбор Петра и Павла. Сделал их таковыми не потому, что только сам хотел, но еще и потому, что оба искали правду и нашли ее. Праздник станичников, как всегда, разделили гости. Односумы из станицы Отрадной Краснодарского края приезжают по многолетней традиции. А паломники из Воронежской епархии посетили Зеленчугскую впервые. Привлекли традиции казачества, носящие престольный праздник особый колорит. Отрадно видеть то казачество, то, как встречают воды, то, как любят его, так, как он любит людей. И вот, побывая на этой службе, мы вспоминаем то казачество, которое было. То есть те традиции, которые были, видно их сохранение. И как дети встречали, да, преемственность. Все именно, все то, что вот, как бы, и хотел видеть, вот мы это видим, это возрождение, это сохранение. Именно в престольный праздник храма традиционно отмечается День станицы. И вновь, как и 160 лет назад, жизнь многих станичников неразрывно связана с ним. Без Бога не до порога. Елена Христосова, Артем Соломенцев, студия «Благословенный Кавказ». Артем Соломенцев, студия «Благословенный Кавказ».